Привет всем, меня зовут Хихус, я создатель фестиваля комиссия, завкафедрой комиксов и манго в университете Синергия в Москве. И поскольку мы как бы обещали, я вот там слышал в коридоре Шушу на тему обещали мастер-класса, получаем лекцию, будет вам мастер-класс. Короче говоря, вот бумажки, разбирайте бумажки. Сейчас пока я буду болтать, все будут рисовать. Давай там по рядам пустим. Ручками поделитесь между собой, все-таки художники и всякие образованные люди. Короче говоря, я всегда студентам говорю, нифига филонить, все рисуют на уроки. Ситуация такая, про красную шапочку все читали? Значит, вот у вас последняя страничка вашего комикса, перед вами лежит, пока она еще пуста абсолютно. Вот, на последней страничке происходит такая ситуация, что красная шапочка неожиданно вдруг понимает, что это не ее бабушка в постели лежит, а волк. Вот, значит, две серьезные установки на это задание. Первое, значит, читатель никогда, ну, читатель мечтает, чтобы вы его обманули. Всегда, в любом произведении. Потому что если он с первого же кадра понимает, чем дело кончится, он дальше читать не будет. Да, то есть в любом виде искусств, особенно в комиксе, всегда надо читателя обмануть. Обмануть чем серьезнее, тем больше он будет счастлив и доволен. Значит, поэтому сделайте так, чтобы я ужасно удивился, как, собственно говоря, красная шапочка прореагировала на то, что она вдруг обнаружила, что ее бабушка это серый волк с огромными зубами и собирается ее съесть. Вот. Вторая вещь. Попытайтесь конкретно втиснуться в жанр. То есть, если это фантастика, то, видимо, она выхватывает бластер. Там, я не знаю, если это любовная мелодрама, может быть, она там бросается в волку в объятия, это ваши личные, как бы, эти самые. Но хотелось бы, чтобы еще из какой-то атрибутики вокруг было понятно, в каком жанре развивалась вот эта история. В чем все знают? Окей, два слова. Есть вид искусства, это там скульптура, танец, живопись, анимация, комикс. А есть жанр, это детектив, фантастика, что там, мелодрама. Ну, в общем, жанра много. Вспоминайте, выбирайте любимый. И давайте пока, ну, как бы, мучайте красную шапочку. Или волка. Кого уж вы там больше любите из этих персонажей. Кстати говоря, еще очень важно сказать, то, что я всегда говорю своим студентам, не пытайтесь мне сделать здесь красивого урока рисования. Мне это неинтересно. И если мне там с трех корявых линий просто будет понятно, что произошло, да, и подписи, меня вполне это удовлетворяет. Потом, если получилось круто и весело, вы дома это все дорисуете, прекрасно раскрасите и так далее. Мне просто интересен ход вашей мысли, а не прекрасное рисование. Потому что рисование проходит в другом месте. Комиксы – это режиссура. Комиксы – это неожиданные сценарные решения. Комиксы – это кино на бумаге. Не забудьте использовать там средний план, общий план, крупный план. Вообще, теоретически предполагается, что в первом кадре, но это вот в данном случае может быть не очень важно, но вообще предполагается, что в первом кадре вашего комикса вы должны нарисовать нечто такое, чтобы читателю сразу стало понятно, где происходят действия и кто главные герои. Поэтому, если в викторианском особняке, они, соответственно, и в чепчиках, если в космическом корабле, может быть, они в скафандрах, подумайте про то, как ввести читателя сразу же в контекст вашей истории. А я вам буду рассказывать вообще, откуда взялись комиксы, откуда у них ноги растут, как они приползли во все страны вместе с бомбами и как они в Россию проникли совсем по-другому. Вообще, как полагается, практически на любом вводном уроке, надо сказать, что наш жанр древнейший из документально зафиксированных, наш вид искусства, извините, я все время там самоговариваюсь. Почему? Потому что комикс — это история в картинках, и уже наскальная живопись — это именно история, рассказанная в последовательности картинок. То есть, вероятно, песни и танцы до комиксов уже были, но поскольку документальных свидетельств не сохранилось, то мы высовываем язык и говорим, ха-ха, у нас есть первое документальное свидетельство. Почему это уже был комикс? Потому что по принципу симпатической магии, то есть магии, которой ты сначала в воображении или как-то там предметно разыгрываешь историю, а потом она действительно происходит, с тобой древние люди делали такую подробную очень историю о том, как они собрались на охоту, как они пошли на охоту, как они встретили там Бизона, как они его затыкали копьями, как они его принесли обратно, едят и празднуют, вот, пожалуйста, вот это уже комикс. Если бы это было все в одной картинке, это была бы карикатура. Поскольку это все в последовательности картинок, то это комикс. Комикс гулял по всему миру всегда, и я покажу вам потом вот интересные особенности, как он в Россию пришел. Это мало чем отличается от других стран в классическом своем виде. Но давайте начнем с Америки. Потому что в том виде, в котором мы сейчас знаем комикс, это, конечно, Америка. Он появился в коротких историях Аткинсона. У меня почему-то куда-то делись эти слайды, черт с ним. Заходите, найдете. Значит, это были такие истории желтого мальчика, Yellow Kid Stories, которые были очень агрессивно смешные и скандальные. И вдруг всем так понравились, что целая куча газет передралась за право обладания этими историями. И, в общем, где-то по одной из наших легенд, именно из драки за обладание этим желтым мальчиком происходит термин «желтая пресса». Вот. Ладно, «желтая пресса», Yellow Kid, это все-таки такие короткие стрипы. То, что мы называем, это не классический все-таки комикс, это стрип. История в 3-4 картинки, внизу газеты. Она коротенькая, она смешная, в ней какой-нибудь один гэг содержится, потому что два уже пихать обычно бессмысленно. И стрип все-таки немножко отдельная история. Про стрип я чуть-чуть позже скажу. Но настоящий взрыв, такой вот прям вот такой бабах с комиксами происходит, когда появляется Супермен. Есть ли у вас какие-нибудь идеи, почему американцы, это, сразу вам говорю, это иммигранты, практически все, которые только что приехали не от хорошей жизни ни разу. Вот, родные их страны, там, либо какие-нибудь погромы, либо войны, либо еще что-то такое. Просто так очень мало народу дернулось и бросило, ну там, где они сто лет жили, или там тысячу лет жили, и поехали в Америку. Все поехали, практически все, от каких-то проблем убегая. И приехали, и тут обнаруживают, что вокруг, во-первых, они плохо знают язык, вот, на котором все собираются общаться, а, во-вторых, вокруг Великая Депрессия, ничего хорошего толком не происходит. Почему вы думаете, вот, есть какие-нибудь идеи, почему им так понравился Супермен? Та-дам! Человек, когда читает комикс, он переживает, в себе живет персонаж. А Супермен, ну, он крутой, очень милый. И это возможность для них почувствовать себя такими. Это половина ответа, но очень правильная. Сейчас вот вторая рука была вон там. Ну, мне кажется, как бы, они искали героев, которые, как бы, в мыслях смогут себя защитить. Они же как-то убежали от проблем, а он с помощью решительных проблем. В этом что-то есть, но не совсем то. Ну, еще Супермен сам был мигрант с другой планеты. Вот, вот, Супермен не просто иммигрант с другой планеты. Супермен иммигрант с планеты, которую разрушили враги. То есть, эти люди не просто видят в этом героя, они в нем видят себя. Совершенно конкретно видят в том, что человек из разрушенного, несчастного там мира, чудом спасшийся, он же беженец. Супермен, он беженец типичный. Вот, его папа с мамой, когда планета взрывалась, запихнули в капсулу и отправили куда попало. Это ему повезло, что он на землю попал, мог куда-нибудь еще хуже попасть. Вот, и вот они узнают реальность себя. Они видят, что человек из разрушенного мира прибывает в абсолютно новую землю. И там он всех побеждает, все у него становится очень круто и так далее. Плюс, короткие блоки текста. Когда мы учим ребенка читать, больше всего ребенка пугает, когда ему дают такой толщины книжку и говорят, будем читать Толстого. Ребенок сразу говорит, боже, это никогда не закончится, его даже страница такая. А здесь короткие, четкие блоки текста. Это фразы, которые понятно, кто из героев кому говорит. То есть это одновременно узнавание себя, одновременно великолепная сказка, которая позволяет оторваться от великой депрессии и поверить в то, что все будет хорошо. И великолепное пособие для изучения английского языка. То есть три фактора, которые просто абсолютно точно срабатывают, и вся Америка влюбляется в Супермена. Теперь вторая часть, блеск и падение американского комикса. Значит, да, они все влюбляются в Супермена. И американцы как класс, они, конечно же, тут же делают из этого индустрию. Раз популярно, надо делать на этом бабло. Американское законодательство никогда не защищало и до сих пор вообще не защищает художника. То есть студия совершенно спокойно у автора Супермена покупает его имидж за 154 доллара. Больше он Супермену не хозяин. Не надо, кстати, такие лица делать, потому что 154 доллара это цена такого дома. Ну, то есть, в смысле, не восьмиэтажного дома, но просто дом можно купить за такие деньги. То есть это немалая сумма, но тут важно, что после этого он типа... Ну, там, дом, в смысле, ранчо там можно купить какой-нибудь в провинции. Вот. Но при этом он больше Супермену не хозяин. Они нанимают, они сразу создают мощную индустрию. Они сразу придумают студийную систему, на которой до сих пор живет почти весь мир. Как это происходит? Значит, нанимается сценарий, берется редактор, который отвечает за проект. В чем цель проекта? Цель – выплюнуть книжечку в 32 странички раз в неделю, чтобы читатель не потерялся. Берется редактор проекта, он нанимает сценариста. Сценарист пишет очередную, как бы, кусочек сказки с завершенным сюжетом. Дальше вступает в дело главный художник, который рисует карандаш. Потом он передает дело художнику, который называется тушевик, и который рисует четкую линию тушью. Потом, когда тушь отрисована, берется за дело колорист. Там долго можно говорить про те времена колористов, про то, что там была очень простая типография, не позволяла сложные цвета печатать. Поэтому такой очень простой заливочный цвет на первых «Суперменах». Мы до сих пор видим, что здесь не особо много полутонов. Тени все старались решать именно черной тушью. Ну и, соответственно, что это приводит к тому, что все подростки начинают получать комиксы еженедельно. Все взрослые тоже их с удовольствием читают. Некоторым образом это же и приводит к гигантскому краху американской индустрии комиксной, потому что они слишком перестарались. Во-первых, «Супермен» был слишком супер. И все труднее, труднее для него надо было придумывать какие-то врагов. Какие нафиг враги, если мы заранее знаем, что он любого человека ткнет пальцем и сломает пополам. Поэтому был придуман, у каждого супергероя должен быть супернедостаток. Ну то есть, в смысле, у него должен быть, вот у «Супермена» криптонит. Как прикоснись к нему криптонитам, так сразу он теряет свою силу. Ага, мы уже знаем, что его можно победить. Если его можно победить, тогда вообще интересно читать эту историю. Если его нельзя победить, то это Господь Бог какой-то, зачем про него читать? В Библии все написано. Да, и американская индустрия, которая достигла каких-то фантастических тиражей и величин, в какой-то момент начинает просто совершенно явно умирать. Потому что все перестают верить в этих супергероев. Они, даже подростки начинают понимать, что они абсолютно деревянные. Что они в любом случае всех победят. И чего тогда, собственно говоря, это читать? Как выворачиваются американцы? Они приглашают английских сценаристов. И английские сценаристы в супергероев вводят абсолютно новую вещь. Они вводят в них драматургию персонажа. Значит, появляется Фрэнк Миллер. Вот у нас был раньше Бэтмен, который бегал-прыгал, который всех побеждал. Злые бандиты убили его родителей. Он решил, что он, кстати говоря, не супер какой-то мэн. Он самый обыкновенный человек, просто достаточно богатый, идейный. Он создает себе там костюм, который позволяет ему делать всякие невероятные трюки, кучу всякого оборудования. И вот уже как бы отсюда тянется ниточка. Он уже обыкновенный. Он уже не какой-то там космический пришелец. Он нормальный наш человек. Значит, что делает с ним Фрэнк Миллер? Как раз в серии «Возвращение темного рыцаря» он создает психологический портрет героя, который решил, что он сейчас победит мировое зло тем же оружием, которым зло пользуется. То есть он будет бегать, прыгать и всем бить морду. И все будет хорошо. И вдруг Миллер бросает нам такую идею, что вдруг до самого Бэтмена доходит, что, смотрите, я вроде бы собирался бороться со злом, а я ничем не отличаюсь от этих уличных бандитов. Ну, то есть у меня там флажок другого цвета, но занимаюсь я тем же самым. Бегаю, всех бью. И чего? И у него начинается там глубокая внутренняя драма, переживания. Типа, вроде собирался защищать хороших от плохих, а в результате сам становлюсь ничем не лучше этих самых плохих. И там бесконечно можно обсуждать отсюда, кто лучше Red Skins или Nazi Skins. А в результате один бьют друг друга по башке, и кровь льется. И у умного человека, конечно, должно возникнуть какое-то, что я делаю. И вот именно когда появляется в героях вот эта глубина, именно это переживание, у них появляется внутренний мир, читатель в них опять начинает верить, и опять начинается возрождение американского комикса. Чисто практический совет. Если вы собираетесь работать с героем, даже если вы собираетесь с ним работать на протяжении всего одного комикса, ну, небольшой протяженности, придумайте ему прям вот всю историю. Как он, я не знаю, там, если он зайчик, то у него была мама и папа зайчик, которые бросили в детстве там. Вот, почему он попал в эти неприятные... Ну, то есть просто, просто ходил ли он в школу, или он рос там дикий и так далее. Если вы про своего героя придумаете какую-то вот такую изначальную историю, ее не надо помещать в комикс, это все отвалится, как бы это все не нужно. Читатель из буквально нескольких брошенных фраз, когда он скажет кому-то, что там, я должен был вырасти в свободном лесу, а вырос в зоопарке, сразу поймет там всю историю, когда вы придумали. Но продумайте глубину персонажа, если вы ее придумаете изначально для себя чисто, то персонаж заживет, и вот увидите, как он получится выпуклый и живой. Значит, да, в Америке происходит возрождение комиксов, а в мире происходит как бы война. В мире происходит война. Сейчас я вам расскажу довольно спорную теорию, но если хотите, можете со мной сразу спорить, хотите, можете пойти ее проверять. Мне первым изложил Сахнов, такой есть довольно известный комиксист под псевдонимом «Мормышка». И у него есть отличный сайт, он там много чего излагает. Значит, по его теории, которой я просто сначала не поверил, а потом подумал, что мне нечего просто возразить. Я решил ее сам теперь излагать. Комиксы приживаются в тех странах, где стоят американские оккупационные войска. То есть, после победы над Германией и Японией, а мы все время забываем, что мы еще с Японией все воевали, вот, а также там с Италией и еще рядом стран. Значит, где встают американские войска? В Бельгии и Франции, в Японии, в Италии. Вот вам, пожалуйста, точки, где сейчас наиболее популярна индустрия комиксов. Я не поняла, военные были комиксисты? Нет, они все читали комиксы. Они были молодые, 18-летние парни, которые приехали на войну, и вряд ли им было удобно таскать с собой Льва Толстого в кармане, даже если бы они любили его читать. Они действительно таскали с собой комиксы, им из дома присылали комиксы. Поскольку отношения в Америке такого суперколлекционного к этим комиксам не было, то они легко доставались местным детям. Есть еще одна страна, в которой комиксы появились и прижились ровно в тот же момент, это Англия. Но туда они попадали еще более смешным образом, или не смешным, может, как вам нравится. Дело в том, что туда посылали американцы много бомб, для того, чтобы англичане могли их кидать на немцев. А поскольку бомбы перевозили на кораблях, надо было забивать чем-то пространство, чтобы корабли качало. Бомбы лежали в контейнерах. Конечно, нельзя было позволить, чтобы они туда-сюда. Чем они забивают? Старыми комиксами. Целые контейнеры старых комиксов достаются портовым детям в Англии, абсолютно на халяву. Потому что они взрослым, которые уже свои бомбы привезли и разгрузили, не нужны. И английские дети получают комиксы в виде довеска к бомбам. И происходит очень-очень разное понимание этого комикса в очень разных странах. А, да, вот я еще забыл сказать очень важную, пожалуй, часть про американский комикс, поскольку они были очень плотно загнаны в режим 32 странички в неделю или вылетаешь из бизнеса. Очень-очень простая раскадровка кадра. То есть максимум 4 картинки, очень много разворотных картинок или целых страничных картинок. То есть чем меньше рисовать, тем скорее успеешь. Поэтому такие суперклупные планы. Поэтому... Да, при этом это все боевиковые истории. А все-таки если вы рисуете красивую драку, вам ее в маленькую картиночку запихать не удастся. Все-таки придется развернуться на какой-то этот самый. Поэтому в американском комиксе вот такая простая кадровка была очень много лет принята. Сейчас, конечно, все меняется. Но, в общем, я же про историю, а не про современность. Да, второе возрождение американского комикса. В 60-е и 70-е годы хиппи появляются, появляются разнообразные творческие люди, которые реально на комиксах выросли и которые действительно с помощью этого хотят поговорить о чем-то серьезном. Огромный взрыв в головах вообще всех происходит с появлением комикса Арта Шпигельмана «Маус», который сначала вызвал дикий скандал. Его вообще в чем только не обвинили, потому что этот комикс рассказывал о уничтожении евреев во время войны, о Холокосте, рассказывал он их на примере мышек и кошек. Евреи были мышки, немцы, нацисты были кошки, а поляки были свиньи, потому что с точки зрения автора вот так они себя проявляли в этом самом, без комментариев. Значит, его, конечно, заплевали сначала все, как он имел право, там, о таком серьезном на мышках и кошках, тем более в таком несерьезном стиле рисования. Так вот это все выглядело. И потом, немножко проплевавшись, Европа и Америка очнулись, поняли, что, извините, у нас был Изоп, у нас был Лафонтен, у нас, как бы, был Хокусей, и всегда о каких-то сложных вещах художники, там, у нас Крылов, например, вот, рассказывали через животных, через сказки про животных, рассказывали о чем-то очень серьезном. И в этот момент появляется вообще классическое по-американски слово комикс. Пишется вот так. В этот момент появился комикс. Это обычно прикольные социальные какие-то проекты. ну, в смысле, когда я говорю, что это социальные проекты, это не значит, что это люди там призывают работать с больными старушками. Это просто уже не какие-то истории супергероев, а это истории из серии «Вот я вышел, там, выпил пиво с друзьями, перестарался и попал в отрезвитель». Ну, вот это уже социальная история. Никакая-то там, то есть, сказочность исчезает. Вот в комиксе уже никакой сказочности нет. Уже совершенно конкретная настоящая жизнь. Ну, там, Арт Шпигельман. В общем, много их появляется, и они вдыхают еще одну жизнь в комикс, которые вот совершенно такие странные на первый взгляд. При этом именно в этот момент появляется понимание, что необязательно уметь прекрасно рисовать реалистично и мускулисто для того, чтобы рассказывать свои истории в картинках. Вот. И даже наоборот, как бы уникальная, узнаваемая стилистика, вот видели, как Тери там нарисовал девочку, да, и как она вообще рисует, это значительно больше ценится, чем умение просто работать в классической школе. Если твоей работой, если ты создал такую стилистику, которую с первого же взгляда все говорят там, о, это Тери рисовал, или это Хихус рисовал, пусть они даже с ухмылкой это говорят, все равно, это значит, что вы победили, вас будут, ну, если вас узнают, значит, вас будут печатать. Так. Ну, и достаточно про Америку. Комикс выползает в другие страны. Во-первых, он попадает, конечно же, в Европу. В Европе вообще совершенно другое представление. Там растут молодые интеллектуалы, они хотят рисовать красиво, они хотят рисовать изящно, они хотят рисовать умно, и они рисуют как творческое проявление автора от себя, и вообще не нравится, не читай, да. Мы потом к этому моменту очень серьезно вернемся, когда будем про манго говорить. Да, и европейская вот эта вот манера рисования, она называется Франко-Бельгийская школа Бандес-Сене. Вот. Это такой, ну, красивый, больше приближенный к реалистичному рисунок. Ну, видно, да, значительно более сложная кадрировка на странице. Если американский комикс это книжечка вот практически такого формата, который прочел и бросил в коробку отдам младшему братику, то французский комикс это большой альбом в твердой обложке, который люди ждут совершенно спокойно полгода, год, когда автор нарисует продолжение. Никакой студийной системы, когда вот там разбивается между кучей автором, это фу, это типа моветон, это пусть американцы со своей жвачкой так возятся, мы рисуем, мы художники. Вот. Читатель спокойно ждет, читатель покупает за ну там 25-30 евро покупает альбом в твердом, в твердой обложке, потом читатель не ленится поехать в какой-нибудь довольно дальний городишко на фестиваль, отстоять там 3-4 дня в очереди, достоять до художника, в контракте французского художника написано, прописано сколько дней он обязан сидеть на каком фестивале и рисовать картинки, и когда человек наконец с этим вожделенным альбомом достигает самого художника, художник ему рисует какую-то довольно сложную на первом развороте картинку, после чего альбом становится коллекционным, стоит уже не 30 евро, а 100, его уже кладут в пластиковые оберточки на любимую полочку, эти коллекции уже стоят серьезных денег, ну конечно по-настоящему серьезных денег они начинают стоить после того, как художник умрет, поэтому все с нетерпением ждут, пока все французские художники умрут, да впрочем и все остальные тоже. Значит, вот, в это время, ну опять же, если они начинают рисовать как настоящие художники, то они, конечно же, начинают заниматься осознанием себя как полноценного вида искусств, и банда французских художников под предварительством Мебиуса, который, вот единственный автор, про который любой комиксист скажет, что это абсолютный бог, от которого сияние идет, а потом уже дальше все будут расходиться в разные стороны, но Мебиус это всегда, потому что он все, ну он очень много чего придумал, он гениально рисует, у него отличные сценарии, с ним работали все знаменитые писатели в качестве сценаристов, считали там просто честью с ним поработать и так далее. В общем, они написали манифест, они написали манифест о том, что комикс это вид современного искусства и мы требуем того, чтобы это признала общественность и поскольку в этот момент происходит еще одна такая же серьезная дискуссия о том, что телевидение это тоже современное искусство, а всего видов искусства в этот момент было известно семь, то соответственно комиксисты как люди очень быстрые и умные сам сам себя не похвалишь будешь как оплеванный вот значит они пишут что комикс это девятый вид искусства потому что они понимают что с телевидением бороться бесполезно поэтому они пропускают восьмую позицию захватывают девятую общественные дискуссии приходят к тому что телевизор это просто сетка вещания никогда не было искусством и не будет вот поэтому у нас сейчас известно восемь видов искусств из которых там первые семь понятно кем заняты восьмое свободно девятое это мы вот есть разное мнение есть мнение что возможно цифровое искусство в какой-то момент осознает себя и тоже там попытается захватить возьму позицию пока этого не произошло но это их личные проблемы да и вот это во Франции это как было так и есть искусство в высокое красивое коллекционное и в то же время и детям передать есть чего да там при этом уже тогда появляется очень много всяких социальных и образовательных проектов например самый известный французский комикс там Астерикс и Обелиск по которому там и фильмы всякие и так далее это на самом деле замаскированный учитель учебник географии и истории Франции вот который в веселой непосредственной форме рассказывает о истории Франции и так далее то есть все факты там проверены как бы автором ну потом он их как-то очень художественно переосмыслил но если брать фактологию там все очень четко по учебнику сделано вот он считал что таким образом надо детям рассказывать про историю японцы между прочим его 100% поддерживают практически все преподавание истории в Японии происходит именно в виде манги почему потому что концепция просто вдолбить детям в голову даты она абсолютно неактуальна и никому неинтересна даты можно в гугле посмотреть а вот дать детям представление о том каким образом небольшая группа европейских авантюристов могла полконтинента американского захватить просто рассказав в красочных картинках что вот эти были приплыли на огромных кораблях закованной в броню с огнестрельным оружием и так далее встретили полуголых туземцев которым они вообще показались богами к тому же довольно жестокими плюс еще у них были кони которые вообще вынесли головы индейцам и так далее вот этот через комикс это рассказывать на словах бессмысленно а вот увлечь ребенка именно темой прекрасно классно нарисованных историй и параллельно заодно он и даты выучит вот это вполне реалистичная тематика и пользуется ей сейчас уже вся Европа Япония вообще просто полностью преподает такие ну как бы разные есть виды разные темы преподавания вот например история там в комиксах просто великолепно ложится так значит с Европой с Европой там разные еще немножко частности там есть итальянский комикс который очень твердо они как бы решили пойти почти как как японцы таким же путем у них все черно-белое в первую очередь поэтому все кто любит рисовать красиво в цвете экспериментально уезжает во Францию работать у них тоже достаточно жесткая периодичность но у них значительно более авторские позиции и в Европе в Италии во Франции и так далее законодательство жестко защищает авторов то есть нельзя у автора отобрать его персонажа можно купить право пользования персонажем можно договориться что этот автор будет работать с каким-то конкретным сценаристом просто у него откупить там образ навсегда запрещает закон и это по-моему глубокому убеждению очень правильно вот и это как бы приводит к тому что там искусство именно комикс как высокое искусство интерес к нему не ослабевает и так далее там очень много манги сейчас появляется но тем не менее все равно остается отношение как к высокому искусству да ноцеки красивые это кстати говоря Фельзата он как раз типичный итальянец который работает во Франции потому что в Италии ему стиль слишком жестким кажется вот такие красивые он всякие рисует картиночки этого еще не изданный его комикс это мне на фестиваль прислал несколько работ сайт вообще будет такая чистая акварель без темной линии такая фэнтезийная история про там пролетающие лодки про мир который находится весь мир находится на дереве и все вокруг это сплошное дерево вот это конкретно серия самая известная его и дико красивая просто невероятно красивая называется Глаз моря пиратские переводы в сети наличитого настоящего издания пока на русском нет вот там у него там разные альбомы их 9 хранители там и так и так далее вот это кстати говоря вот Александр Еремин это совершенно русский автор который рисует в французском стиле очень популярный роман его хакер выходит сначала графический роман разумеется выходит сначала во Франции а потом и в Бельгии а потом только его некоторые храбрые русские издатели там перепечатали 500 экземпляров на русском языке но разошлись что уже позитивно да переходим в мангу тадам в Японию прибыли прибыли американские солдаты оккупационный контингент конечно японским детишкам страшно интересно что же они там все читают а тоже приятно картинки все понятно параллельно можно учить английский язык что в то время становится трендом большим и так далее и появляется такой абсолютно гениальный человек Тедзука Осама который влюбляется абсолютно они говорят наоборот Осама Тедзука потому что их фамилия сначала у нас фамилия в конце человек который создал просто влюбившись в Диснея создал и мангу и аниме как культуру целиком значит за свою жизнь он нарисовал более 700 серий не 700 альбомов а 700 серий в некоторых сериях было там по 20-30-50 альбомов и снял довольно много анимационных фильмов он вообще все по-моему нарисовал до чего дотянулся он даже преступление и наказание нарисовал в манге вот ну человек абсолютно гениальный он поехал учиться к Диснею сначала потом вернувшись ему почему-то не понравилась американская система студийности он создал абсолютно свою систему значит во-первых он решил что вся манга будет черно-белой а для того чтобы читатель понимал что у героя волосы красные а у героини зеленые или она там ходит с синим дракончиком первые 3-4 странички в цвете вполне достаточно читатель уже знает кто в какого цвета дальше спокойно ныряем в черно-белый читатель не дурак додумает значит потом какую он создал свою интересную да как он умудрился достичь такой производительности он создал свою собственную студийную систему он рисовал которая до сих пор так в Японии живет сейчас расскажу она там развелась серьезно он рисовал героя первого плана вот с такими огромными глазками а и дальше там проставлял номера один из началов да а дальше сидели куча девочек с огромными огромными справочниками которые он создал и они смотрели там написано один ага вырисовываем небо солнышком там типа здесь стоит двоечка ага берем из этой книжки перерисовываем деревце там типа три вырисовываем лужицу там пять вырисовываем мордочку собачки которая высунулась отсюда погоди все лужицы одинаковые да да и в этом была как бы его его личная победа но большая проблема всей манги значит к чему пришло все это очень забавно значит во первых девочки которые разрисовывали его персонажей им дико понравилась идея увеличенных глазок для японии это не очень типично да у них не такие большие глазки как они рисуют в манге им настолько понравилось что они просто вытеснили с лица манги персонажа нос потому что ну если бесконечно увеличивать глаза то отчет придется отказаться рот все-таки нужен для передачи эмоций глаза нужны для передачи эмоций носик традиционно в манге обозначается вот так и вот так вот и больше места для него не хватило это русская манга здесь глаза поменьше вот значит да и потом когда эта система все развивается 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 вообще очень смешно происходит они печатают гигантские альбомы например если я автор манги и собираюсь рисовать мангу про токио тридцатых годов я иду покупаю альбом который называется фаны токио тридцатые года рисую персонажей первого плана мои ассистенты сидят из этого альбома трудолюбиво бритвочками вырезают вот эти фаны и вклеивают их так чтобы не зацепить моих персонажей в японии считается такой супер дупер класс вот именно не на компьютере а вот именно бритвочкой это считается ручная работа и тэдзука осама который как раз из-за этого дико рассорился и они стали главными врагами с хаяо миадзаки вот хотя начинали они вместе потому что миадзаки все время говорит о том что нужно творчеством заниматься на европейский манер а тэдзука говорит что нифига надо создавать индустрию и вперед ребята вот это не умаляет гениальности ни того ни другого это просто разные совершенно подходы значит как я уже говорил ранее французский художник рисует из себя в мир японский художник никогда так не делает ни при каких обстоятельствах японский художник сначала очень четко знает для кого он сел рисовать он сел рисовать для 13-летних девочек которые любят принцесс или он сел рисовать для 15-летних мальчиков которые интересуются эротикой Если он сел рисовать для 15-летних мальчиков, которые интересуются творчеством Бертолуччи, там, допустим, это будет совсем другая манга. Реально, вот моя экскурсия в Японии по семиэтажному супермаркету, который стоит в каждом районе города обязательно, и называется... 40% полиграфической продукции — это манга. То есть все читают мангу от мала до велика, все ее читают, все ее прочитывают, и в зависимости от того, насколько они экологично настроены, они либо несут ее обратно в магазин и сдают ее в отдел практически за бесплатно, за какие-то копейки манга, прочитанная один раз, где ее более бедные люди могут купить и тоже прочитать и обратно сдать. А если у них нет экологического настроения, они ее просто берут и выбрасывают в помойку. Манга под ногами в Японии валяется достаточно часто. Отношение ко всей манге — это газета. Это должно быть со страшной периодичностью. То есть там, опять же, нет разделения на карандашного цветного художника и так далее. Это все один человек с помощниками делает, такие маленькие банды мангак. Ну вот насколько четко подразделение. Заходишь, там первый этаж бестселлеры, они тоже все разделены, там эти бестселлеры. Второй этаж — этаж для мальчиков. Идем на этаж для мальчиков. Идем, поворачиваем налево, видим там для, скажем, мальчиков постарше, интересующихся спортом. Заходим в отдел для тех мальчиков, которые интересуются спортом. Вот как можно разделить там дальше? Какие есть идеи? По видам спорта. По видам спорта, правильно. Выбираем, например, футбол. Идем в футбол. Как еще можно разделить? По командам. Ручной футбол? Или для... Не-не-не, это уже не то. Значит, нет, мы попадаем в этот отдел, он разделен еще на две части. Для мальчиков, которые сами спортсмены, и для мальчиков, которые болельщики футбола. И та манга, которая нарисована для мальчиков, которые болельщики, там будет как один там разбежался, вот отсюда ударил, через все поле в девятку забил, трибуны ликуют, девочки его любят. Для спортсмена будет совершенно другая манга. О том, как один неправильно в своем клубе заключил контракт, потом всю жизнь мучился, потому что ему недоплачивали, и в другой клуб он не мог перейти. То есть вот настолько четко все очень жестко специализировано. И таким образом они, конечно, создают очень мощную индустрию. И сейчас японцы, французы, которых терпеть не могут, ну в смысле мангу, они все говорят, что вот это два фактора, почему они победили. Потому что они рисуют исключительно индустрию, и сами японцы, при этом я принимал очень многих и в Японии было, и великих всяких японцев, главу Мэтт Дога, переродившейся студией Тедзука Осам и так далее, он говорит, да, когда мы смотрим мангу и аниму, надо понимать, что это в первую очередь индустрия газетного уровня качества. И, конечно же, у нас есть свои шедевры, но это далеко не все. Ну там какой-то небольшой совсем процент. Нельзя отнять того, что там действительно есть великие художники, нельзя отнять того, что у них великолепный сценарий. Но в первую очередь вот это все упрощение японской манги, оно идет для того, чтобы быстро-быстро-быстро выплевывать. Очень смешно сажать их всех за один стол переговоров. Когда у меня, ну там все, там француз говорит, там, я над последним, у меня был такой сложный год, я целый год рисовал, ну там, седьмую серию своего альбома. Японец смотрит на него таким мангашными, выкатившимися глазами и говорит, господи, если я в неделю семь страничек не выплевываю в одиночку, да меня снесет с рынка, про меня вообще забудут, кто я такой, как меня зовут. И мне придется абсолютно заново пробиваться в мир. Зато француз говорит, ну вот понимаете, когда я заключаюсь с создателем контракт, он вот такой толщины, там прописаны все, кто куда чихнет, сколько процентов я получу, если кто-то задумает выпускать брелки с моими персонажами и так далее. Японцы, они очень такие милые, они на своих внешних проявлениях, надо отметить, они когда стесняются, они всегда делают вот так вот, очень картинно, вот так вот. Вот, японец сидит и делает вот так вот, пока все там американцы и французы обсуждают толщину контрактов и что где прописано. Я говорю, что ты там журишь, что-то в углу сидишь, а у вас что, он говорит, я никогда контрактов не заключал, мы с создателем по рукам ударяем, у всех просто, у европейцев, у американцев отваливаются челюсти, они говорят, а если вот, ну издатель же мне позвонит и скажет, что они хотят тетрадки выпускать, значит, тогда договоримся, сколько это будет стоить. Опять же, в Японии абсолютно третье отношение к копирайту, его просто нет. Как ни странно, я до сих пор не понимаю, на каких принципах они живут, мне это просто непонятно, но любой человек может взять любую понравившуюся ему книжку манги и начать рисовать к ней продолжение. И автор этой книжки не побежит подавать на него в суд, наоборот, этот человек пойдет, там целые гигантские типографии, которые печатают только даджинищи, вот, и человек пойдет, иногда тиражи доходят до абсурда, что иногда тиражи вот этого, ну, читательского развития сюжета автора начинают превышать тиражи самого автора. Ну, вот, и, как бы, никто, я говорю, в прокуратуру не обратится и даже не обидится. Типа, ну, раз у тебя лучше получается, значит, наверное, твои истории интереснее, их лучше покупают. Да, вот, для русского комиксиста самое первое правило, которое должен выучить комиксист, который собирается рисовать на русском языке, это то, что в кадре... Сейчас какой-нибудь кадр сделаю. Короче говоря, в русском языке, если два героя стоят в кадре, то тот герой, который собирается задать вопрос, он всегда будет стоять слева, а тот, который будет давать ответ, всегда будет стоять справа. Почему? Потому что мы читаем слева направо, невозможно объяснить читателю, что сначала здесь читай, сюда не читай, здесь мы рыбу заворачивали, там это все не канает. То есть должно быть очень четко... Они же справа налево читают. А японцы, наоборот, читают справа налево. И сначала мы все ужасно настаивали, общаясь с первыми издателями, что надо обязательно эту мангу переворачивать, зеркалить. Ее нельзя просто так перевернуть, ее приходится зеркальное отображение делать. От этого, во-первых, меняются выражения лиц, потому что лица не абсолютно симметричны. Если вы будете, ну, можете свое лицо замерить там в фотошопе, просто половинку убирая и сравнивая с другой или чужой, там лица не симметричны, они не абсолютно одинаковые с двух сторон. Особенно, когда у них есть выражение лиц, там рот сюда, там рот сюда, переворачиваешься, меняется выражение лиц, не совсем правильно, для художника обидно. К тому же вдруг выяснилось, что молодежь совершенно спокойно читает справа налево. Для меня это был полный шок, я все-таки старый дедушка. Вот нормальная книжка манги, она обычно такого размера, черно-белая, ты ее привычно открываешь, как эту самую, и здесь видишь на первой же страничке, видишь такое большое предупреждение. Опс, это конец книжки, вы зашли не с того входа. Это для манги, которая издана не в Японии, которая издана в России, или в Европе, или в Америке. Вот такое традиционное начало. Дальше справка о том, что не только странички, но и глазами надо по картинкам бегать вот так вот. И дальше уже надо перевернуть книжку, открыть ее уже с другой стороны, и начинать читать вот из этой картинки, вот в эту картинку, потом опять спускаться и так далее. Короче говоря, с одной стороны вроде бы странно и непонятно, и всем кажется, что этого не может быть. С другой стороны, в этом, наверное, один из успехов манги. Вот я вижу в этом три ключа. Во-первых, это дико необычная форма повествования, которая как раз молодежи очень нравится. Во-вторых, у них всегда истории, при том, что там даже про каких-нибудь битвах космических пауков с подводными монстрами и хрупкими девичьими наездниками с ярко выраженной эротичностью истории, они все равно будут очень реально социальны, они все равно будут очень какие-то захватывать человеческие проблемы. Неважно, где это происходит, в каком антураже, все равно будут истории про то, что нам действительно всем интересно понять это отношение там мальчиков и девочек, любви-нелюбви, там какой-то там преданности и дружбы и так далее. То есть, у них очень четкая такая социальность в контексте какого-то очень необычного антуража. И еще о чем очень важно поговорить, это так называемый эллипс. Повествование, это вообще самое важное в комиксе, что есть, это, а я не буду ничего лишнего рисовать, представим себе, что здесь один кадр, здесь второй кадр. Когда нам первый переводчик, хорошо говорящий по-французски, но ничего не понимающий в комиксах, переводил этот мастер-класс, и нас французы учили эллипсу, он не понял, о чем идет речь, и начал нам всем рассказывать, что между двумя кадрами надо найти овал. И мы, значит, брали, все, каждый взял по книжке, где же здесь у них овал-то? Они говорят, у французов овал огромный, а у японцев маленький. Где вы здесь видите какой-нибудь овал? Ну хорошо, вот это овал? Нет, нет, он говорит, между кадрами спрятан овал. Мы просто чуть не рехнулись. Потом выяснилось, что, короче, никакой не овал, а эллипс повествования. Что это такое? Значит, очень искусство комикса, это искусство вычленять ключевые кадры, по которым читатель может прочесть всю историю и никогда не потеряться. Потому что если он потеряется, вы слишком широкий эллипс, значит, сделали, читатель не может этого додумать, он потеряется и захлопнет вашу книжку, пойдет туда, где ему попривычнее. А пространство вот это межкадровое, ну, домысливаемое, да, эллипса, оно дико разнится в... Вот самой большей разницей это в Франции и Японии. Хорошо, что тиражей нет, я все время говорю Францию, а на самом деле это вообще-то придумали бельгийцы, а французы, ну, чисто технологически считаются на втором месте, вот. Хотя у них, конечно же, больше тиражей, конечно же, у них больше художников, а не просто физически больше. Видишь, вообще официально это все франкофония, франко-бельгийские, это самое. Ну, опять же, поскольку у нас французский культурный центр значительно более мощно представлен, то мы, конечно же, говорим франко-бельгийский, а они говорят бельго-францкий, потому что так более правильно. Ну, что ж, пойдет. Так вот, значит, возвращаемся к эллипсу, пространству, которое читатель может додумать, а может и не додумать. Ладно, есть один классический пример, который я все время привожу, мне он самому страшно надоел, надо сесть на досуге в поезде, придумать другой какой-нибудь, ну, по-моему, он очень очевидный. Значит, как рисует француз? Первая сцена в ресторане, парень с девушкой сидят, он ей говорит, ну что, к тебе или ко мне? Вторая картинка. Смятая кровать, на ней, значит, лежит юноша, девушки вообще в кадре нет, из-за кадра доносится голос, ты с чем кофе пьешь, с молоком или с сахаром? Что мы, как европейские читатели, из этого понимаем, что они, очевидно, поехали к ней, раз она спрашивает, это самое, что раз такая бурно помятая кровать, наверное, у них была бурная ночка, вот, и, в общем, вот мы все это очень легко домысливаем, нам ничего этого объяснять не надо. Японский читатель просто не сумеет через этот эллипс перепрыгнуть, для него это будет, ну, из серии с сюрреализм Сальвадора Далии, то есть вообще ничего непонятного, в Японии он покажет, на каком виде транспорта они едут, для того, чтобы показать, если они побогаче, значит, они взяли такси, если они победнее, значит, они поехали на автобусе, куда они приехали, к парню или к девушке, значит, она будет открывать дверь ключом или он будет открывать дверь ключом, чтобы мы знали, куда они приехали. Скорее всего, японец, если он не рисует для маленьких детей, то он рисует весь секс в подробностях, вот, и только после этого, это займет все кадров 15-20, и только после этого он перейдет к кадру с кофе. То есть фактически у них нет эллипс? У них он очень маленький, и французы обиженно говорят, что манго побеждает, потому что молодежь тупая, им нужно очень нарративное повествование, думать никто не хочет, никто не хочет. Ну, это обиженные крики французов, мы понимаем, что это один из факторов, но вовсе не от тупости, просто другая манера. Ну, вот молодежи, она больше нравится, потому что более просто и четко изложены события. Хотя я не думаю, что это основная причина, а скорее думаю, что это обиды французских авторов так выражаются. Потому что манго реально вытесняет всех, но опять-таки манго, попадая в разные страны, она очень быстро превращается в евромангу, в американмангу, в русскую мангу, где при общей такой стилистической общности, да, узнаешь сразу, что это манго, все-таки очень быстро начинаешь понимать, что это не японцы рисовали, потому что эллипс пошире становится и многое другое. Дайте я вам быстренько расскажу, тут все обычно падают в обморок, как это все в России появилось. Значит, в Россию комикс приходит вместе с православным христианством из Византии в полностью сформировавшемся виде. Абсолютно четко выраженное деление на четкие квадратные фреймы. В центральном кадре всегда заявлен главный персонаж, снабжен подписью, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, кто, собственно, о ком сейчас пойдет история. Вот, не очень хорошо видно, но уже облачка текста, вылетающие изо рта с черточкой, которая показывает, кто, собственно, что говорит. Из этого угла начинаем читать, вот так вот прочитываем по кругу историю заявленного персонажа. Ну, как бы почему-то иногда некоторые православные обижаются, я им говорю, а что обижаться, наоборот, гордиться надо. Это не только православные религии, это практически все религии мира. У меня есть и буддистские такие, и даосские истории, они все именно в комиксах. Почему? Это самая точная подача информации. То есть картинка, текст, картинка, текст, нигде не ошибешься, никаких разночтений быть не может. Если ты читаешь, у тебя в голове какие-то картинки свои появляются, или если ты смотришь, они не подписаны, у тебя тоже, может быть, какие-то свои идеи, когда четко картинка четко снабжена текстом, что это такой-то, такой-то святой, и делает он это, это и это, никаких сомнений быть не может. Очень четкая подача информации. Между прочим, сравните с инструкцией к современной технике, она тоже вся по такому же принципу создана, чтобы никто не мог ошибиться. Кнопка слева, на ней нажимает палец, написано «вкл». Ну вот, кнопка справа «выкл». Вот, потом креативный русский народ прихватывает эту идею, превращает это в лупки. Посмотрите, сейчас выставка в хламе откроется, я очень советую сходить, там очень интересные всякие решения. Значит, уже в народном творчестве они потеряли вот это вот четкое деление на ровные квадратные фреймы. Иногда вот так вот отделяется кусочек истории, но все равно вот центральный персонаж, и где-то вокруг него развивается разнообразная история, подписи могут быть где угодно, но тоже очень часто используется прямо изо рта вылетающий текст. Вот, увидите там на выставке все. Вот, очень-очень разные. Значит, вот такой весьма фривольный. Это в России бешено популярно, в России того времени культурная изба. Значит, это вот, если висит лубок, значит, мужик не просто мужик, а еще и прекрасным интересуется. Вот, два основных направления, конечно, это политическая сатира и эротика разной степени жесткости. Вот, вот это весьма фривольные тут стишки какие-то. Очень меня позабавила вот эта вот верхняя надпись, советую ее почитать, потому что почему-то все думают, что это удав с современной тусовкой в интернете придумали этот якобы албанский язык, когда как слышится, так и пишется, а на самом деле уже времена лубка. Вот, видите, там, типа никаких пробелов в слове с козою. Ну, как человек слышал, так все и записывал. Это пародия на Екатерину с каким-то бароном. Вот, очень интересное тоже решение вот здесь, это как медведи кота, как мыши кота хранили. Да, я уже с этими медведями пару раз заговаривался. Почему это такая интересная история? Это пародия на похороны Петра Первого, вот, такая очень популярная, жестко-стерическая, потому что, в общем, многим не нравились там Петровские реформы и, ну, там, бороды брили вообще там, много чего. Но мне здесь вот очень интересно, как они с помощью вот этих веревок решили, как бы, кадрировку, это самое. На самом деле там была история про то, что они кота, мыши хранили, хранили, радовались, а он их в момент похорон потихонечку ел и ел, и так их всех доел, пока хранили они его. Вот, что еще сказать? Да, дальше начинается, конечно же, революция, окна роста, абсолютно стопроцентные комиксы. Правда, чаще они были сильно проще такого плана, да, то есть там раз, два, три, четыре. Четкий месяч малограмотному населению, никто не ошибется, если даже рядом, ну, грамотный всего один, четыре фразы, ему будет не лень прочесть для всех остальных вслух. Плюс картинки, сразу понятно, кто у нас враг, кто у нас прогулечик, не очень хорошо видно, вы бы увидели, что у него морда дурацкая, вот, а у героя труда там тоже все понятно, он такой весь славный и буржуя напугал. Значит, ну, конечно же, как это происходит в любой революции, сначала креативность художников была страшно востребована, потом, когда они стали менее востребованными, их всех расстреляли и сослали в лагеря, вот, или они там каким-то таинственным образом самоубились, если слишком известные были. И, да, нам, конечно, страшный удар нанес бельгиест Тентен тем, что он был реально серьезный антисоветчик, и он своего любимого героя Тентена, который сейчас, кстати, выпрыгнул обратно в герой кинотеатра, такой мальчик с чубчиком, он его отправил в Советский Союз. И в этом Советском Союзе он побеждал злых коммунистов, и поэтому ЦК КПСС выпускает специальный указ, в котором говорится, что комиксы придумала ЦРУ, чтобы сделать наших друзей идиотами, ну, наших детей идиотами. Вот, забавно, что ровно в этот момент в Америке сенатор Маккарти арестовывает комиксистов и говорит, что они шпионы КГБ, вот, а в Японии, где как раз в этот момент движения разгневанных родителей ставят на улицах специальные контейнеры, в которых написано для вредной манги, торжественно отбирают эту мангу у детишек и сжигают по воскресеньям на площадях, чтобы показать, какая вредная манга и так далее. Ну, потом вырастает новое поколение, и все забывают про то, что это придумали враги. Ну, просто очень революционная форма искусства, и ко взрослому человеку сразу идти с комиксами, просто бессмысленно, потому что комикс, чтение комикса требует напряжения обоих половинок головного мозга, что для европейца, взрослого, не свойственно. Взрослый европейец, тоже не надо думать, что он от этого становится идиотом или что-то такое, все равно он живет либо на четко логическом восприятии мира, либо на образном. Вот, и, например, вот Венедиктов там, который, ну, эхо Москвы, который один из главных коллекционеров комиксов в этой стране, он говорит, знаешь, я старичок уже тоже такой немолодой, и я, говорит, сначала, а он скупает вообще все французские комиксы, он ездит на фестивали, он их выписывает там, да, при том, что у него гигантская коллекция, он полный фанат. Говорит, к сожалению, поскольку я на этом не вырос, я сначала прочитываю это как книжку, а потом проглядываю как кино. Одновременно не могу, староват я. А люди, которые на этом росли, у них совершенно спокойно вот это происходит, включается. Ну, действительно, вот даже для меня напряжено читать большой графический роман, я то в текст проваливаюсь, то приходится возвращаться и обратно картинки просматривать. Вот, поэтому комиксы объявили вражеской пропагандой, и, а художники, некоторые художники просто не могут, Алим правильно говорит, наши истории не помещаются в одну картинку, мы не можем не рисовать комиксы. Поэтому они все уходят в детское творчество, в веселые картинки, в мурзилку. Да, вот мурзилка мне очень нравится. Кто-то мне недавно объяснял, что это кошечка мурзилка, но я, честно говоря, слабо верю. Мне кажется, что это какой-то очень абстрактный. Во-первых, я редко видел желтых кошек, во-вторых, без хвостов и без ушей. Как-то мне странно. Ну вот, есть разные версии, кто такой мурзилка. Автор, к сожалению, умер, невозможно его спросить. Мурзилка – это как чебурашка. Это не собачка или кошка? Да, вот всякие комиксы про мурзилку, самые разные уровни сложности. Вот мой любимый комикс, где он побеждает Бабу-Ягу, который символизирует силы НАТО и, соответственно, вооружена какими-то баллистическими ракетами. Уж не знаю, откуда Баба-Яга брала эти баллистические ракеты. Но, в общем, для нее все закончилось плохо, а для мурзилки хорошо. Но видно, что комиксы. Да, и как на этом я более-менее заканчиваю, на том, что мы все выросли, старшее поколение комиксистов в Советском Союзе выросло на журнале «Пив», поскольку в тот момент в Европе происходит так называемая битва за умы, и только ленивый не издает своего комикс-журнала. То есть католическая церковь издает отдельный комикс-журнал, там, не знаю, правый издает, левый издает. Вот французская коммунистическая партия «Юмоните» издает журнал «Пив», и его официально можно привозить в Советский Союз, поэтому мы все в школе под партой срисовывали, собственно говоря, с «Пива». Вот, собственно, сам «Пив», вот он, еще есть его враг кот Геркулес. Да, там были разные герои, там, кстати, не было ничего такого особо коммунистического, там были разные герои, вот такой Рахан был, которого мы все обожали, а уж когда он там попал на планету женщин, как вот в этой серии, просто все, все русские подростки в него страшно влюбились, и все бегали по школе с криками «Рахан, Рахан!». Вот, но это был такой космический Тарзан, то есть он был как Тарзан, но только его вырастили какие-то полудикие инопланетяне. Вот, к сожалению, художник сейчас совсем старенький, и как-то совершенно плохо финансово себя чувствует, но вроде бы согласился, может быть, приехать ко мне весной на фестиваль. Что еще сказать про русский комикс? Да, еще, конечно, прикольно, что все советские дети в 70-х, 80-х ждут с нетерпением журнал «Наука и жизнь», почему-то именно журнал «Наука и жизнь» печатают на последней странице истории про Пифа и Геркулеса. Вот удалось мне найти какие-то, ну, там, где дети сами перерисовывают, сами раскрашивают и так далее. Это у нас было дико популярно, создавать свои версии там Роханов, Пифов, Геркулесов. Это самое, кто хочет показать, рассказать про свою версию «Красной шапочки». Я вижу, здесь уже на… Можно уже на конкурсе. Да, какой-то очень эффектно. Давай расскажешь? Или как? Значит, такая дарк-нуаровская история. Стоит красная шапочка, темным силуэтом, кстати, очень интересно. Жалюзи, правда, редко бросают вертикальные тени, хотя, в общем… Ну, я, между прочим, извиняюсь, потому что я обещал не цепляться вот к этому, но для этого мы всегда делаем карандашик сначала, да, чтобы самому посмотреть и понять, что если жалюзи горизонтальные, то это самое. Извини, что я наехал, на самом деле, по-моему, все прекрасно сделано. На секунду мне привиделся взгляд полной ненависти и холода. Вот он, как бы щелк, это выключатель, выключатель, я оказалась права. Значит, волк выхватывает револьвер, настоятельно рекомендую оставаться на месте. Жаль, говорит, красная шапочка, старуха не говорила о тебе, говорит, большие клыки волка, может, вам, наверное, не очень хорошо видно, очень круто нарисовано, что скоро ты отправишься за ней. Красная шапочка, выхватывая пистолет, я подумаю над этим. Опять же, опять же, этот самый, то есть, это такой нуаровский детектив, полиция уже едет. В подписи я блефую, я бы, конечно, по-другому сделал ее, как мысли бабл, или, если ты хочешь, как комментарий от автора, тогда все-таки должно от третьего лица идти, и там, ну, волк не знал, что красная шапочка блефовала. Ну, вот. Где она, спрашивает, красная шапочка? Она жива, возможно. Если хочешь увидеть ее, ты выведешь меня отсюда. Это в твоих интересах, говорит волк во время этой дуэли. Вот, черт, у меня нет причин ему врать, врать, и я соглашаюсь. Yes? Очень прикольно, браво. Вот, реально, у человека кинематографическое мышление, да, там, решается через черные силуэты, общий план вот этой комнаты, да, супер, то, что называется, суперкрупный план глаза, там, крупные планы выключателя, это вполне себе нестандартная кадровка, как бы, волк лежит, поэтому кадр горизонтальный, вполне оправданный, чтобы у него осталось пространство, выходит пистолет и, ну, о чем-то поговорить. Ну, то есть, как бы, браво, браво, ура. Так, красная шапочка, другая версия. Красная шапочка, вы действительно моя бабушка? Бабушка такая выглядывая, исполняла, а что, есть сомнения? Красная шапочка, есть существенные отличия? Бабушка, какие? Красная шапочка, ну, зубы. Бабушка, у меня вставная челюсть. Слишком большие глаза. Проблема с кокошником, знаешь ли? А, с кишечником, извините. Обчитался. Проблема с кишечником, знаете ли. Ну, есть еще несколько отличий, говорит, красная шапочка, предъявляет портрет бабушки панка. Господи, боже мой, это должен быть я? Волк в ужасе умирает. Браво. Великолепная комедийная постановка. Это самое. Итак, красная шапочка. Привет, бабуль, я тебе пирожков принесла. Здравствуй, внученька. Скорее, похож на темного эльфа волк. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши и нос? Откуда у тебя эти очки? Понимаешь, внученька? Кажется, я все поняла. Вот, кстати, интересно, это иногда применяется вместо запятой, или чтобы не рисовать две картинки, такое перетекание из одного бабла в другой этот самый, чтобы их диалог задать. Ты не моя бабушка. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Говорит, я так понимаю, хихус. Да, действительно. Ха-ха-ха-ха. Я не ее бабушка. О, вот такая нереально динамичная в виде... Как сказать, пародия на фильмы шпионские, английские. Да, в виде британского флага. У меня вообще никаких сомнений не возникло, что это сразу пародия на британский этот самый. Да, значит, тут фотографии с поцелуйчиками и подписью от Джеймса Бонда на добрую память. Здравствуй, бабушка. Такая французская красная шапочка пришла. Приходи, моя дорогая. К чему тебе такой большой зонт? Идем вот так привычно. Нормально, кстати, все считается. Чтобы встретить тебя сухой. Сейчас понятно будет, почему сухой. А к чему тебе такая каменная фраза? Гримаса. А, гримаса. Чтобы не выдать себя... А, чтобы не выдать себя, товарищ. Такая бабушка оказывается агентом КГБ. И оголеет зонт. Да, из зонта выхватывает явно блистающий на солнце клинок. Да, этот самый срывает. Не, все зашибисто. Я, кстати говоря, засомневался изначально, потому что такая сложная кадровка, я по-моему, блин, где-нибудь запутается. Ведь нет, нормально, выигрался отлично. Браво. Да, вот с этой сложной кадровкой всегда есть опасность запутать читателя, но вот здесь как раз человек весьма изящно выпутался из собственной затеи. Еще есть желающие? Можно самому выходить читать, если хотите. О, это явно уже хоррор такой пошел. Начало с другой стороны. А, начало с другой стороны. Все, понятно. Так, красная шапочка в таком эльфийском вполне себе одеянии подходит. Ну да, вот тоже, чтобы читателю, а именно зрителю, никогда не было скучно. Отличная идея в первом кадре обозначить героя со спины. Да, как бы мы еще не знаем, кто это там, рыцарь джедаи, темный эльф или красная шапочка. Да, только во втором, когда камера разворачивается, мы видим, что это красная шапочка пришла. Как бы опять игры с разными планами. На переднем плане окровавленные простыни и изумленная красная шапочка, а за ней там вот контур волка, который так приштрихован. Может быть, место не особо видно, но явно, что она его не видит, потому что он в темноте. И здесь специальная стрелочка, которая нам советует с сгибающимися перевернуть страничку. Вот, кстати говоря, очень важная история, что в конце, все-таки мы думаем обычно не страницей, а разворотом. И, ну, предположительно, это было вот так, да, в финальном кадре разворота никогда не должно быть концовки. Должна быть, наоборот, загадка, чтобы вот это вот желание перевернуть страничку, оно всегда усиливалось вот этим кадром. Вот мы переворачиваем, сзади на нее бросается волк. Ходыщ! Бабах! То есть, все понятно про эльфийскую фэнтезийную составляющую и так далее, но кто превратился в молекулы? Ну, я специально хотел сделать, чтобы потом как бы перевернул страницу и понял, что там охотился сзади волка. А, о, важно, да, вот, тоже отлично. То есть, если бы это был разворот, то вот в этом бабахе, да, читатель не понял, кому из них разнесло бошку и, ну, наконец, судорожно перелеснул в страницу, там только узнал, что это были охотники, которые стреляли. Вот, очень классная задумка, браво, браво. О, тут целые графические романы. Так, ага, это такой современный английский хэллоуин стайл. Извините, я что-то много говорю. Тук-тук, скрип, бабушка и тишина. В постановке Тима Бартона я бы назвал это все. Здесь я, внученька, иду. Суперкрупный кадр с крутящимся глазом. Как ты себя запустила, бабушка? Да ну! Бабушка откусывает край кадра с огромными зубами. Запах смерти. Там написано прямо запах смерти? Да, вот здесь написано в этом кадре. Запах смерти. Бабушка, прости. Ты тоже меня прости. Я не твоя бабушка. Я твоя смерть. О, нет, 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 улетающие такие восклицательные знаки. Хи-хи-хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Адский смех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты чего? Нет, бабушка. Это я, твоя смерть. Взмах косой. Умирающий оборотень. Написано, все мы смертны, сообщает нам красная шапочка. Да, тройной переворот сценария тоже отлично получилось. Вот, браво. Смотрите, у вас тут полный горд профессиональных комиксистов. Так. Вау. Вау, погоди. Здесь такой сериалистик сайенс-фикшен. Очень, кстати, крупно рисованный. Шапочка. Я бы тут предположил, что она овечка. Входит. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Показывает нам, как идти. Приходит волк, на самом деле. А, это приходит волк. А из окна его уже ожидает красная шапочка с недобрым прищуром. Приди нет. Ага, ага. И оказывается, она космическим монстром, который пожирает бедного волка. Или, по крайней мере, захватывает его в щупальце. Просили, просили нетрадиционно как-то закончить. Вот, пожалуйста. По-моему, супер. Очень красиво. Визуально просто лучше всех. Это мое персональное мнение. Меня все время Настя ругает, когда я говорю лучше всех. Мне просто нравится фантастика. Сейчас, подождите. Видите, сколько версий одной и той же. О, кстати, тут тоже высокопрофессиональная рисовка. Ну и напоследок. Да очень профессиональная рисовка-то, на самом деле. Нас не обманешь. Да и напоследок, красная шапочка. Я не твоя бабушка. Все это был спектакль. Говорит он, снимая маску. О, боже, какая неожиданность. А? Удивляется волк. Ага-га. Я, конечно же, еще совсем малышка, но не идиотка, говорит. Очень мангашная красная шапочка. И, конечно, твой дешевый маскарад не мог меня обмануть. Я все знал с самого начала с таким наездом камеры. И все это время ты играл в мою игру. Я не красная шапочка. Заяц, удивляется волк. Я все говорил тебе, что поквитаясь за своих родителей, говорит Заяц. В пирожках было мощное снотворное. Ты уже чувствуешь слабость. В доме заложена бомба. Через минуту она взорвется. Очень жаль. Тут изображены бомбы и пирожки, чтобы если кто-то не знает. Есть что-нибудь сказать напоследок? Да, я ни о чем не жалею, Заяц. Раздается такой бум огромный, и разлетаются куски волка. Продолжение следует. Да, это такая... Очень сильная. Кстати, очень интересная тут вот эта штриховка. Не, вообще манера рисования такая своя, яркая. И в то же время вроде бы и манга, и не манга, скринтона, штриховочка. Очень прикольно. Между тут такая вот... То, как англичане немножко сейчас... Да, английские художники нравятся автору, нет? Это человек, который придумал гориллы, Станг Геллсон. Таким образом трансформировал мангу в европейское сознание. Так. Ножички, тонкие ножки. Вот тут небольшая, я сразу извините за критику. Если вы хотите в два этажа здесь располагать картинки, они должны... Это можно делать только с правой стороны от вертикальной картинки. Почему? Потому что не совсем понятно, неоднозначно куда читать. Вот сюда ехать глазом или вот сюда спрыгивать? Я такое встречала. Знаешь? А это можно, если бы она стояла вот здесь, вот вертикальная картинка, а справа две горизонтальные. Тогда нет никаких сомнений. Из одной большой картинки мы уходим туда, потом опускаемся в эту. Наоборот, запутывает читателя, приходится стоять стрелочки. Это мелкие профессиональные придирки. На самом деле все зашибись. Я вхожу. Раскрывается дверь. Бабушка, это твоя внучка. Я знаю, там нет бабушки. Там в крови страшный серый волк. А, в кровати, извините. Он притворяется моей бабушкой. Я знаю все это, но все равно иду. Вот так все будет. Он убьет меня. Сюда надо идти? Быть не может. Я там. Но кто это? Но красная шапочка вся в крови, без ручек и без ножек. Потерялся немножко? А, она уходит? Ее душа? Да, она там стоит. И медленно исчезает. Загадочная, кровавая, сюрреалистическая постановка. Ну, тоже, кстати, очень прикольная. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова